библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги левит очень маленькая читаю для библейского портала экзегет перевод российского библейского общества но вот эти глава не посвящены чистоте главным образом нечистоте 11 была про пищу 12 как ни странно про роды казалось бы какая логика логика простая пища то что входит человека роды новый человек который выходит в мир да вот зачастую в этих главах посвященных закону логика совсем другая чем мы бы с вами делали но она есть это не хаотичное нагромождение и так господь сказал миссию возвести сынам израилевым если женщина родит и у нее будет сын то 7 дней она будет нечиста как во время месячных предполагается что нечистота женщина время месячных это довольно очевидная вещь и действительно большинстве культур это так на восьмой день следует обрезать крайнюю плоть младенца на восьмой день да вот многие народы кстати практиковали обрезание где-то на границе подросткового возраста у мальчиков а здесь он принадлежит израильскому народу поэтому фактически сразу но понятно что сразу после родов это наверное рановато все таки но происходит к это первичная адаптация но вот как только она произошла восьмой день очищение этой женщины от кровяных выделений будет длиться 33 дня пусть она не прикасается ни к чему священному не приближается к святилище пока не закончится ее очищение родившую же девочку две недели будет нечиста как во время месячных после этого 66 дней будет длиться и очищение от кровяных выделений ну то есть 40 дней с мальчиком в общей сложности 80 с девочкой а почему такое деление девочка что ли более нечиста не знаю пожалуй вот все таки это патриархальная книга в ней мужчина значит больше чем женщина кстати это единственное ветхозаветное правило которое соблюдается православной традиции больше ни одно ветхозаветное правило не соблюдается а это почему-то да почему меня не спрашиваете вопрос вот не ко мне я могу только о библии сказать да это далеко не все что людям интересно но почему же сама идея что женщина родившая ребенка нечиста очевидно вот в одиннадцатой главе мы говорили что смысл всех этих ограничений в выделении каких-то очень четких состояний и явлений которые вот не должны размываться сейчас поясню помните там было ешьте животных у которых раздвоены копыты и который живет жвачку ну это овцы коровы козы и некоторое количество других в общем то особо других и нету на самом деле только изновидности скота вот скот да вот такой типичный скот а скажем заяц или верблюд они не очень типичный скот поэтому их есть нельзя вот жизни смерть и рождение новой жизни она связана с угрозой смерти безусловно она связана со стечением крови разных других физиологических жидкостей нельзя назвать это грехом вообще роды это удачный благополучный род большой праздник радость для всех человек мир пришел но это пограничное состояние и вот пока женщина не вернется в состояние привычное свое да вот она дала жизнь она какое-то время но это из медицинской точки зрения так слабо она там ну не выглядит как женщина которая вот не рожала только что дано вот вся еще в этих родах даже после того как они состоялись а и вот ее как не надо особенно трогать беспокоить да такое обычное явление и вот здесь она должна пройти через какой-то условно говоря ритуальный отпуск да вот когда она ни в чем не участвует после этого она возвращается в мир обычных женщин да и с ней все то же самое вот ветхий завет видит это так не говорить только хорошо это правильно лет современной точки зрения современной конечно стран но это вот мир в котором размечается множество таких важных категорий и переход из одной в другой это всегда проблема всегда вызов на который надо реагировать ну скажем так сдержанностью вот не пускать эту женщину скажем к святилищу да не потому что она плохая виновата а потому что вот она в переходном статусе вот назовем это так я не пытаюсь оправдать я пытаюсь объяснить когда закончится ее очищение после рождения сына или дочери пусть она придет к обходу в шатер встречи и передаст священнику годовалого ягненка для всесожжения и голуби или горлицу для очистительного жертвоприношения а тут мы начинаем думать еще об одной вещи ребенок особенно в том мире где нет медицины он может погибнуть и благодарить бога за его рождение но вот хорошо бы чуть-чуть погодя да когда становится ясно что ребенок жив здоров собственно это и делает хотя жертвоприношение называется очистительным вот как бы очищает ее от этого состояния переходности пусть священник принесет господу эти жертвы совершенно одни искупительный обряд и тогда она очистится от истечения крови но роды же связаны с этим это закон для женщины которая взяла сына или дочь ну и как всегда если же она не может принести ягненка пусть возьмет двух горлиц или двух голубей одну птицу как всесожжение другую как очистительную жертву то есть минимальный вклад пусть священник совершит на ней искупительный обряд и тогда она будет чиста еще раз чистота и нечистота здесь не нравственная а ритуальная а дальше будет про болезни а